Белгородцы привезли 14 золотых медалей с первенства мира по борьбе грэплинг и грэплинг-ги. Турнир проходил с 17 по 22 октября в Баку. Всего в соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из 30 стран. С победителями и призерами первенства познакомился Михаил Перетокин. В свои 13 лет Степан Зубков уже добился немалых высот в грэплинге. С первенства мира в Баку он привез два золота. По словам юного борца, этот вид спорта развил в нем такие качества, как целеустремленность, смелость и желание доводить начатое дело до конца. Я занимаюсь тремя видами борьбы. Грэплинг, самбо и тюдо. Не могу выделить какое-то самое любимое. Все нравятся. Ошибаются люди, которые думают, что грэплинг только для мужчин. Алана Демидова в контактных видах спорта не первый год. На мировом первенстве она завоевала две золотые медали. Спортсменка вспоминает, как впервые пришла в зал единоборств. На лет семье я хотела этим заниматься, но так как я девочка все-таки, я занималась плаванием, танцами и всем таким. А потом я все-таки пришла к Кенглай Павловичу сюда, но оказалось, что тут девочек опять нет. Но потом все-таки я занялась с мальчиками и потом пошло-поехало. И дошло до разряда, и до первых соревнований, и потом я уже не смогла просто оставить. На мировом первенстве белгородские грэплеры в общей сложности завоевали 20 наград. 14 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Соревнования проходили в двух категориях – грэплинг и грэплинги, то есть борьба в кимоно. Из 12 белгородцев, выступавших на турнире, 9 – воспитанники спортивного клуба «Чемпион». Мне, наверное, не хватило встречи с итальянкой, уверенности в себе, потому что я когда вышла, она была чуть-чуть больше меня и казалась посильнее. Выставить всю схватку было тяжело. То есть выносливости не хватает, уже борешься на самых последних своих силах, и соперник твой также борется на последних силах. Надо, чтобы у тебя был интерес, потому что если нет интереса, то и смысла заниматься нет. Мне кажется, эти чувства не описать, только ради этих чувств. Мы идем еще и еще заниматься и побеждать. Помимо грэплинга, чемпион готовит спортсменов по самбо, дзюдо, панкратиону. На данный момент в клубе занимается более 500 воспитанников. Каждый из них хочет стать в своем деле лучшим. Но стоит знать, что за каждым большим достижением стоят постоянные изнурительные тренировки и нелегкий труд тренеров. Дети разные есть занимаются, то есть есть и уровень высокий, есть поменьше, но стараемся ко всем уделять внимание, стараемся, чтобы дети развивались и даже из самых слабых пытаемся сделать хороших спортсменов, сильных, которые могут бороться на соревнованиях различного уровня. Грэплинг – молодой вид спорта, который в последнее время набирает все большую популярность. Эта борьба разработана на основе дзамбо, дзюдо, вольной борьбы и бразильского джиу-джитсу. Белгородские спортсмены занимают лидирующие позиции на соревнованиях разного уровня наряду с борцами с Северного Кавказа и Московской области. Михаил Перетогин, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.